Серебряных волонтеров у нас в России довольно-таки много. Что может сделать волонтер пожилого возраста, чего не сможет сделать молодой волонтер? Даже ради того, что вот уже два человека хотят быть и пришли в волонтерство, вот ради этого даже и то нужно быть волонтером. Обычно, когда говорят волонтеры, представляют молодую девушку или парня, как правило, студента, у которых есть много свободного времени, которые хотят помогать другим, часто ради фана или просто новых знакомств. Но среди сета огромной армии волонтеров, особенно сильно выделяются так называемые серебряные волонтеры, люди пожилого возраста. Мы приехали в Юдино в этот прекрасный обновленный дом культуры железнодорожников, и сейчас мы пообщаемся с одной из них. Ольга Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кто такие серебряные волонтеры, почему вас так называют? Это люди, которым исполнилось 55+. А называют серебряными, потому что у нас в основном у всех головы серебряные уже. Сколько серебряных волонтеров в Казани, в Татарстане, может быть, даже скажете, в России сколько? Серебряных волонтеров у нас в России довольно-таки много. Многие пожилые люди идут волонтерами и участвуют в разных мероприятиях, занимаются волонтерством. Это и социальные, и спортивные, и какие-то культурные тоже волонтеры по всему Татарстану. Они и ставят спектакли, и участвуют в спортивных мероприятиях, и помогают детям больным на различных таких акциях. Расскажите, вы связаны, получается, с какой-то организацией, или вы каждый сам по себе? В основном мы работаем и ходим на мероприятия спортивные, которые у нас проводятся в Казани. Это Казан Волонтер. Я начинала свою деятельность как бы в социальной сфере. В 2011 году здесь вот в Юдино у нас проводила занятия с детьми ОВЗ. Потом ездила с ними на разные выставки, и там уже проводила занятия, вот когда идет эта выставка-ярмарка. Но я проводила занятия тоже, все занималась с детьми, шили игрушку из фетра, делали каких-то таких куколок, делали. Потом я еще работала, значит, как волонтер-чтец. Это «Счастливая история», благотворительный фонд. Это проект «Вонеклассное чтение». Я читала в 61-й школе, вот именно детям с заболеванием ОВЗ, читала им книги, сказки. У нас нет такой организации, которая бы вот нами руководила или что. Мы находимся в базе, в российской базе «Добро.ру». Мне присылают мероприятие, которое проходит, я могу участвовать в этом мероприятии. То есть я прохожу собеседование, я прохожу, значит, проверку какую-то там нам устраивают. И потом меня приглашают на это мероприятие. Не только меня, а так каждого нашего волонтера, который у нас зарегистрирован в «Добро.ру.ру». Отсюда вытекает следующий вопрос. Скажите, что может сделать волонтер пожилого возраста, чего не сможет сделать молодой волонтер? Работая с детьми, я вам могу сказать, что, может быть, то, что я в таком возрасте, меня дети воспринимают как бабушку. Молодой человек тоже или девушка может найти подход к ребенку. Но, понимаешь, когда идет все-таки бабушка, может, у нас там свои словечки, какие-то свои прибаутки или что-то там это. И ребенок идет больше к нам. Например, вот если у нас волонтеры, серебряные волонтеры «Победы». Значит, они, особенно вот перед 75-летием, они много посещали тоже вместе с молодыми, пожилых людей, детей войны, участников войны. Когда приходит человек моего возраста, беседа у более глубокого пожилого человека более, как сказать, заладится, потому что он меня воспринимает уже как своего ребенка или ровесника. И здесь уже он может мне рассказать, например, о войне то, чего он не может рассказать ребенку. На тех же вот спортивных мероприятиях каких-то к нам подходят и уже тоже как бы с доверием. Они думают, может быть, молодой человек там может не знать что-то или что-то, а мы вот как-то больше внушаем доверие, что ли, вот в этом плане. Если человек захочет стать волонтером в пожилом возрасте, куда ему обратиться? Расскажу один случай. Как человек, который захотел стать волонтером, стал им. Эта женщина за 60 уже, она ехала вместе со мной в прошлом году в поезде, ну я подсела в Ростове, они ехали с Новороссийска. Эта женщина живет и жила в набережных Челнах, и она сейчас волонтер. Пока мы с ней ехали, я ей рассказывала, кто я такая, куда ездила. Ну обычно же как-то беседуют. И она меня потом, ой, а как это, а что это? И я ей дала телефон в набережных Челнах этого руководителя, координатора. Она к ней пришла, и когда Екатерина мне сейчас говорит, какую женщину ты мне нашла? И она помогает у них там, и участвует и в спектаклях, и делает все, что нужно. Это вот просто случай такой жизни. Даже ради того, что вот уже два человека хотят быть и пришли в волонтерство, вот ради этого даже и то нужно быть волонтером. А вы сегодня пришли в фирменной одежде, и на этой одежде написано «Молодой душой». Как оставаться молодым душой в любом возрасте? Потому что я смотрю на своих сверстников, очень много уставших, разочарованных людей, которые ничего не хотят, как будто уже ничего не могут. Как оставаться молодым душой даже вот в пожилом возрасте? Во-первых, никогда не нужно отчаиваться. Если ты даже упал на колени, это чисто просто так вот. Ты должен обязательно подняться и встать, и идти дальше. Мои коллеги, серебряные волонтеры, они никогда не отчаиваются. У них всегда, если есть время, я готова помочь. Сидеть на скамеечке для нас это уже вообще. Мы такого вообще не приемлем. Вот я могу за любого коллегу поручиться, серебряного волонтера, который считает, что лучше пойти куда-то и что-то сделать доброе. И поэтому твоя душа всегда будет молодая. Да мы еще всегда с молодежью работаем. С нами вот на спортивных мероприятиях все время у нас молодежь. И мы даже любим, когда рядом молодежь. То есть мы как-то стремимся за ними и стараемся быть в этой форме. Еще есть такие примеры. Это эксклюзивные, инклюзивные волонтеры. Вы понимаете, что там очень много таких вот болячек, и они физические какие-то, недостатки у них там есть, да? И вы заметьте, что они никогда не отчаиваются. У них столько возможностей. То есть они находят в себе эти возможности. Вот. И таким образом и пожилые люди тоже. Если ты берешь себя в руки, идешь вперед. И помогать это уже внутри сидит. Ты уже не можешь. Хочется всем помочь. Все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok